В городском центре культуры и отдыха состоялся межрегиональный форум-фестиваль «Уникальные люди», приуроченный к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этаже расположились презентации различных организаций. Стенды представили не только учреждения, где занимаются развитием или лечением особенных детей, но и предприятия, которые делают жизнь маломобильных групп населения легче. Мы занимаемся комплексным оснащением зданий и территорий в рамках требований государственной программы «Доступная среда». В комплекс адаптации входит адаптация для слабовидящих людей, для слабослышащих, для инвалидов-колясочков, для инвалидов-опорников и, соответственно, для любой категории маломобильных групп граждан и для всех людей с особенностями в их развитии. Адаптируем школы, сады. На втором этаже Центра культуры и отдыха дети с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Солнечный круг» презентовали выставку рисунков. Вместе с опытными педагогами – ребята с заболеваниями различной степени тяжести учились держать в руках карандаши и пользоваться красками. Помог в этом губернаторский грант в размере 300 тысяч рублей. На эти средства удалось осуществить проект «Я все смогу сам», одно из направлений которого – арт-терапия. Если физически в силу своего заболевания ребенок не может сам создать композицию, не может что-либо нарисовать, самый простой и верный способ – это взять его руку в свою. Вы знаете, если сигнал не идет от мозга к мышце, он пойдет от мышцы в мозг. И в результате ребенок сам поймет, что такое композиция, он сам начнет рисовать, он полюбит краски, он полюбит кисть, у него станет тверже работать рука, он начнет писать. Форум-фестиваль «Уникальные люди» на региональном уровне состоялся впервые, хотя на самом деле идея проекта возникла еще 10 лет назад. За это время форма мероприятия менялась, но суть оставалась одной – уделить максимальное внимание проблемам особенных людей. С сегодняшнего дня он перешел уже в площадку, которая имеет дискуссионное направление. То есть люди не только приходят посмотреть на уникальных людей, которые мы награждаем на большой сцене, которые выступают сами на большой сцене, но и имеют возможность поделиться опытом в части работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Тема круглого стола на этот раз – доступная среда для бизнеса и бизнес для доступной среды. На форум пригласили предпринимателей, от которых во многом зависит, насколько комфортной будет жизнь людей с особыми потребностями. Говорили о том, что бизнес не только в теории, но и на практике должен быть социально ответственным. Говоря именно о доступности, так, вот, к сожалению, мы не видим тех условий, которые должны быть. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы поделились мнениями о том, как это создать, что нужно, какие нужны законодательные инициативы или другие механизмы, для того, чтобы все-таки мы постарались вопросы доступной среды решить. На предпринимателей ложится обязанность по организации рабочих мест для особенных людей. Но нужны и условия, чтобы люди с инвалидностью, а в регионе их 85 тысяч, смогли спокойно посещать торговые центры, магазины и аптеки. Даже там, где есть пандус, не всегда рады человеку на коляске. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.